Проблема переполненных мусорных баков для уссурийцев стоит так же остро, как и для жителей многих городов и районных центров России. Из-за халатности коммунальных служб, тысячи граждан вынуждены задыхаться от чудовищной вони, исходящей от горниющих бытовых отходов. Так, в уссурийские местные жители в попытке достучаться до городской администрации устроили массовый пикет против бездействия коммунальных служб. По словам пикетчиков, полная антисанитария из-за неубранных помоев – это самый настоящий геноцид местного населения. Ладно мы взрослые, но тут же дети тоже ходят, и они этим дышат. И вот где, где? Вот что? Что я не права? Обрушить волну народного негодования участники пикета попытались на начальника районного отдела полиции подполковника Алексея Андрейченко, который сам проживает в данном районе города и также регулярно оставляет здесь мусорные отходы. Вот это что? Это мусор, да. Его должны вывозить коммунальные службы, правильно? А я что, коммунальная служба или что? Вы полиция, вы должны. И что? Я за мусором не наблюдаю. Да? А тогда нафиг вы нужны? В ходе перепалки Андрейченко попытался объяснить участникам протестной акции, что не имеет к вывозу мусора никакого отношения. Однако все его аргументы в пользу своей непричастности привели к еще большему обострению конфликта. Ты мусор должен вывозить. Ты среди должен за законом идти. Сдвинуть ситуацию с мертвой точки удалось только с помощью тяжелой строительной техники. В самый разгар народных волнений в ситуацию вмешался председатель исполнительного комитета Виталий Налибкин. Так вот теперь, видели, никогда в этой системе не будет помойки. Я вам сразу говорю. Взяв ситуацию под контроль, председатель сообщил, что также устал от зловония, которая исходит от заваленных городских мусоросборников. Я выхожу в город, а пахнет каким-то говном. Мне это зачем? По заверению председателя, самый эффективный способ решить проблему переполненных мусорных баков и облегчить жизнь коммунальщиков – это изъять все мусорные баки с придомовых территорий. Отныне вся ответственность за неубранные бытовые отходы будет возлагаться на организаторов данных стихийных свалок, чьи действия и приводят к появлению полной антисанитарии. Не дай бог, какая падла вывалит какой-нибудь мусор там, еще что-нибудь. Я сделаю жестче. Вздохнув полной грудью после долгожданной уборки мусорных контейнеров, местные жители выразили глубокую признательность Виталию Наливкину за помощь коммунальным службам в решении столь сложного и наболевшего вопроса. Увидев счастливые лица своих сограждан, Виталий Наливкин заверил, что всегда будет стоять на страже жизни и здоровья уссурийцев, и что благодаря таким мерам уссурийский район скоро выйдет в лидеры по уровню туристической привлекательности для жителей других регионов России.